Какие будут впечатления? Человек, который прожил большую жизнь в хоккее, и который, в общем-то, начинал не с золотой шайб, а с дворового хоккея. Тогда не было золотой шайбы еще. Поэтому сегодня у нас, так скажем, второе дыхание золотой шайбы. Анатолию Владимировичу понравилось, что сейчас происходит? Безусловно, потому что он стремился к тому, чтобы золотая шайба была признана везде и всюду. Чтобы она шагала по стране, чтобы в него играли не только мальчики, но и девочки различных возрастов. Поэтому, в общем-то, все складывается так, как хотел Тарасов. Ну а что касается состояния взрослого и молодежного хоккея, что вы можете об этом сказать со стороны? Ну, если говорить, понимаете, в чем дело. Я так считаю, что наш хоккей начинается с золотой шайбы. То есть с детско-юдушеского хоккея. Какой фундамент мы заложим там, потом мы получаем пройдет. И вот очень хорошо, что сейчас федерация хоккея, Минспорт и большие компании, особенно Руснефть, обращают внимание на детский и юношеский хоккей. На организованной двору. Но первая сборная вас все-таки сейчас больше и чаще радует или немножко огорчает? Вы знаете, в первой сборной хорошо, что сейчас появился девиз «возродить красную машину». Но я думаю, что возрождение красной машины не только от ее названия должно идти. Она должна идти от истоков зарождения этой красной машины. А это как раз золотая шайба, организованный профессиональный детский хоккей. И дальше по возрастам. Вы же известны не только как знаменитый хоккеист, но также создатель музея хоккейной славы и кинопродюсер. Будет ли продолжение? Ну, во-первых, мы сейчас на базе ЦСКА создали музей хоккейной славы, хоккейную клубу ЦСКА. Если вы более там, наверное, видели, мы продолжаем, так сказать, собирать артефакты. Что касается фирмы, то мы сейчас уже, так сказать, у нас в плане снять 18 серий по 26 минут об истории хоккейного клуба ЦСКА. Две серии уже сняты. Сегодня мы будем показывать, так скажем, премьеры. Это ЦСКА начало. И третья серия, тройки, верхние тройки, уже тоже начали сниматься. Ну, что можно сказать? Это, в принципе, вот такой наш вклад в развитие, так сказать, хоккея. И дело в том, что мы должны воспитывать молодое подрастающее поколение на тех традициях, на тех наших, так скажем, ветеранов, которые когда-то создавали славу хоккею России, советскому хоккею. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста. Отлично. Спасибо. Спасибо.